Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ангелина, и я рада приветствовать вас на очередном выпуске подкуста. Сегодня у нас удивительный, конечно, поистине удивительный человек. Читер он или нет? Этот вопрос, я вижу твое лицо, Дима, но этот вопрос тебе сегодня придется ответить. С нами сегодня Дмитрий, он же Макатао. Большущий привет! Здрасте, всем, здрасте. Особенно вам. Так удивительно, Дима, что мы с тобой, в принципе, хорошо общаемся, давно знакомы, да, но, допустим, вот в Москве в одном городе живем, не можем пересечься, пересекаемся на Интервешнл в Германии, пересекаемся в Киеве на Подкусте. В общем, я очень рада тебя наконец-то увидеть. Как дела? Как дети? Да нормально. Детей пока, слава богу, нет. Я к ним не готов. Это объективно. У меня больше интересует вопрос, где мы с тобой в следующий раз встретимся. Выбирай страну, а там решим. Так, ну, на самом деле, давай, наверное, начнем с самые главные вопросы, которые интересуют у нас целого поколения, думаю, наших зрителей тоже. Вообще, расскажи, наверное, начнем с самого начала. Расскажи о своей жизни до стримов. Вот есть ли жизнь до стримов, да, какая она у тебя была, где работал, где был, где учился. Вот, расскажи, пожалуйста, это. Слушай, в каком же это мне летать охота? Это водяной пел, да. А жизнь моя... Да нет, все нормально. Да, нормально жизнь. Закончил школу, поступил в университет, закончил университет, отслужил. А где служил, если на секрет? Служил в РВСН. Ну, я годик служил. Серьезная специальность такая прям. Специальность? Специальность, ну... Ротвойск. Ротвойск, да, в данном случае. Где успел поработать после того, как, соответственно, закончил учебное средение? После того, как, если мы не берем какую-то школьную работу во время университета... А почему нет, кстати? Ну, школьная работа, я думаю, как все, подрабатывали на стройке разнорабочими, там, подсобными рабочими, цемент мешали, кирпичи таскали, и, ну, это обычно. Я еще в этом сторожем оставался в ночь. Ну, это все так неофициально. Видимо, не зря я пересмотрела недавно Шурика «Операцию И», когда он бабушку заменял. Кстати, я думаю, что «Операция И» — это, кстати, мой самый любимый фильм, так сказать. Да, «Операция И» — это единственный фильм, который я могу пересмотреть вот еще раз, и еще раз, и еще раз. Потому что даже, может, какой-нибудь современный, если я пересмотрю дважды, на третий меня уже не хватит. А вот это настолько для меня бессмертно, что я могу просто его на фон ставить. Слушай, кстати, вот по поводу «Операции». Ты меня старше где-то на два года, да, получается? Насколько? Ты 91-го, я 94-го. А второго. А второго. Тогда, да, все получается на два года. И вот раньше были... Припавила мне годочек. Прости. Раньше были такие видики, знаешь, с большими черными кассетами, с белыми катушками. У тебя было что-то? Ты мне объясняешь на пальцах, когда были вот эти видики. Ну, ты состала, это хорошо. Конечно. У меня, короче, была кассета, как раз-таки «Операции» и «Шурик», но она, видимо, настолько бита была записана, что в конце я так и не узнавала, чем же закончилась бриллиантовая рука. Мне было, наверное, годика три. Я каждый раз пересматривала эту кассету, и мне казалось, что чем больше я смотрю, тем, значит, я выслуживаюсь, и я узнаю, чем же закончится. Ты должна была завести тетрадку, завести тетрадку и записывать концовки. Наверное. Каждый раз ты должна была писать новую концовку. Я все думала, что для меня все-таки доснимут, да, и в конце я увижу, чем же это все. И в «Абаге» ты выпускаешь такую аналогичную режиссерскую версию, снятую за школой, там, со своими одноклассниками. У меня в детстве было две засмотренных до дыр-кассеты. Это была «История игрушек». Это был «Побег с курятника». Серьезно? Да. Это же сумасшедший какой-то мультик. Я знаю, как «Бежать с курятника». Я пересмотрел его раз в 12. Это из того, сколько я помню. Это тебе как-нибудь помогло играть в «Побег из курятника»? О, да, я идентифицировать противников некоторых очень помогаю, да. Я порой прямо издалека как бы глаз намет. Огонечек. Так, едем дальше. Вот смотри, напомни, пожалуйста, как правильно называется твоя специальность? Машина, оборудование, нефть... Все, я забыл. Я стал стримером, я забыл на кем. Короче, нефть и газ. Машина, оборудование на нефтяных и газовых промыслах. У меня на самом деле нет ни одного знакомого, кто бы, в общем-то, ну, заканчивал что-то подобное, и это достаточно серьезная специальность. Ну, я из Ухты, у нас там, то есть, есть вот Ухтинский государственный технический университет, то есть, ну, в северном направлении, там, где идут эти разработки нефтяные, газовые, ну, там довольно-таки распространено. Очень много людей работают вахтами. Я еще во время университета, то есть, проходил где-то, как называется, вот, скажи мне, я тебе скажу, да. Ну, еще и на работу оставался, я так и в Газпроме машинистом поработал, и в Печору ездил на вахты, и в Усинск тоже за меня заскакивал. Ну, вот такая вот северная работа. Собственно, я когда учился и готовился к тому, что я буду ездить на вахты, то есть, я буду езжать на месяц или, там, на две недели, работать и возвращаться потом. Я просто это к тому, что, наверное, очень много людей, которые несвидомы, они такие про себя думают, о, нефть, газ, типа, это автоматическая работа с ресурсами, автоматически большой заработок. Вот, что не пошло? Почему ты не пошел работать дальше по специальности? Убил свой бус, а стал без свой PUBG. Если бы я пошел работать, может быть, я бы сейчас сидел, знаешь, такой шейх. У меня бы была вот, как у шейхов, наряд. Я поняла, да. Да, именно, да. И сейчас бы я бы сидел. Просто в какой момент случился вот этот вот переломный, вот эта вот, произошла переломная стадия? Слушай, здесь, наверное, как-то надо с вопросом объединять, как я начал стримить. Ну, тогда пускай это будет следующий вопрос, он вытекает. Да, на самом деле, в студенчестве мы играли в Battlefield. Мы играли в Battlefield, Bad Company 2, мы играли командой. То есть, ну, собрались в Дискорде, просто объединился народ, и мы играли командой. И было очень здорово. То есть, помимо того, что ты один играешь, команда, она всегда, коллектив, он твои эмоции приумножает. Вот, и ты уже, даже когда не хотелось играть, ты заходил, чтобы с коллективом провести время. Соответственно, мне это очень нравилось. И вот в какой-то момент там пошли, когда эти окончательные университетские дела, диплом, сдача, армия, и все потерялось. То есть, все потерялось. И вот мы тоже потерялись как-то, контакты потеряли. Но вы все были, получается, из разных городов, да? Да. Или как ты их знаком? Да, мы еще как-то даже собирались. У нас был человек из Питера, я из Ухты приехал. Двое приехали из Пензы. Да-да-да, здравствуйте. И человек из Москвы у нас был. Мы этой командой там в Москве ланчика вытащили. То есть, у вас такая, знаешь, вот Backstreet Boys, такая дворовая команда, да? Которая рвала все, что можно. Да, как, знаешь, этот уличный, все уже в голове перебрал, волейбол, баскетбол, баскетбол, вот. А я там уже футбол валил, шкрики, каково я там, что я хотел сказать? Баскетбол. Да, и нормально. Тоскоешь по этим временам? Вот, я очень тосковал. То есть, ну, действительно, мне в... То есть, я всегда любил играть, мне это всегда приносило огромное удовольствие. Не знаю, побеждательное в виртуальном поле, это азартно и прикольно. С командой это было делать куда круче. Вот, и тосковал, и поэтому мне хотелось играть в компании. И, собственно, поэтому я хотел стримить. Я еще в Армейке лежал. Ну, подожди, ты сразу знал об идее стриминга, да? То есть, ну, как-то вот, допустим, мне бывший рассказал о том, что есть Твич, там какой-то непонятный сайт, там играют в игру и все это пускают в интернет. Слушай, ну, та же ситуация, мне тоже больше... Все. В общем, ну, я видел стримы, что такое бывает, и... Дима, нам надо больше общаться. Я чувствую. Специальная оговорочка команды. Ты еще спрашивал про скелеты в шкафу. Кажется, ты все сейчас обраться. Не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, ладно, окей. Я знал, что есть такой стриминг. Я никогда его не рассматривал вообще. То есть, никогда не рассматривал вообще. Я знал, что я вернусь в Армейке, я устроюсь на работу, вывлеку себе мощный комп. Вот, я вернулся, устроился в Лукоил, работал в газовой службе, накопил себе на комп и взял его. А так как я не хотел играть один, я знал, что есть стримы, и там есть аудитория, люди, с которыми можно общаться, и завел свой стрим. Это был мой досуг. То есть, там даже мысли не было о том, чтобы этим заниматься, какой-то всерьез постоянно, это был мой досуг. И я такой, ко мне кто-то зайдет. А как встроился твой график, вот если не секрет, сколько тебя смотрело и на протяжении какого времени? То есть, получается, ты работаешь, и вечером ты стримишь, правильно? Я работал с сменами. На самом деле, у нас были немножечко неправильные смены. Мы договаривались. То есть, они должны были по 12 часов длиться, но мы договаривались на суточные смены. Ну, у нас был лояльный, так сказать, мастер. А так было проще, потому что там людям очень далека было ехать, поэтому проще было сутки оторобанить. Работаешь сутки, возвращаешь, у тебя несколько выходных, и я прям не спал, я прям подрубал, и фанатично там 12 часов. 12 часов после суточной смены? Слушай, а как ты без сна-то вообще? Откуда энергию ты черпал? Да на самом деле, я не знаю, я привык всегда... У тебя энерджайзер? Мало спать, что ли. Ну, я выдерживаю просто сидеть. Я выдерживаю просто сидеть. Ну, по сути, это не то, чтобы прям сильно энергозатратно. Сидеть и играть, да, будем честны. Ну, конечно, там царякая смена, разумеется. Если там где-то что-то происходило, у нас ночные вызовы, мы мотаемся по объектам, разумеется, без ног возвращаешься, и без рук, и там уже по ситуации. Но я страшно фанатичен в этом деле, поэтому я возвращался, и очень... Ну, ты стремил первое батлу, получается, да? Ты с нее начал, и как ты узнал про PUBG? Тебе кто-то сказал или ты увидел? А я на Твиче увидел. А, на Твиче я просто увидел. Я просто на Твиче увидел, да. Ну, в принципе, по механике они схожи, и ты начал... В какой-то момент Battlefield мне начал надоедать. То есть в какой-то момент... То есть я уже наиграл очень много, и... Ну, очень успешно... Ну, как успешно? Ну, в игры заходишь, все, ты убиваешь. Что-нибудь свой такой анимум скрижет. Да, да. Скрижет потолок. Ну, не нимбом, конечно. Получалось хорошо играть. Собственно, я на то и делал-то ставку, что я умею хорошо играть, и... Давай так. Я хотел потешить свое ЧСВ. То есть вот заходит зритель, он видит, типа, о, как он разваливает, и... Опа. И я такой, е-е-е-е. Чувак сказал, что круто понравилось. Вот, собственно, вот это все. Это то, чем я удовольствовался. Потом... Потом я увидел PUBG. Причем я помню, как я получил ключ PUBG. Он... Тогда была альфа-версия, и разрешали играть только выходные. Там было три недели, когда давали поиграть, по-моему, два дня в неделю. Вот первая альфа-версия. У меня не было ключа. Я по хэштегу PUBG начал искать в ВК ключ. И был какой-то чувак, просто рандомный чувак. Он написал, что я дам ключ тому, кто вот стримит или чем-то подобным занимается. И я такой, ну, я тогда собирал человек тридцать. Да, вот именно. Вот ученик, вот ученик. Можно? Можно мне? А тебя учитель уже, знаешь, такой ненавидит просто, господи, сколько можно мне? А я говорю, вот, и я там занимаюсь этим делом. Сколько тебя смотрело на тот момент? Чек тридцать. То вы можете вот кто-нибудь представить, кто смотрит Макича, что его смотрит тридцать человек? Все с чего-то начинали. Ну, полгода, это, да, полгода стримил, смотрел, тридцать человек. Я такой, тридцать, четыре, четыре, хорошо, хорошо, тридцать шесть, хорошо. На рекорд идем? Да, ну, конечно, там каждый человек, он прям... Навязал? Грел очень сильно. Ну, собственно, как и сейчас. Ну, просто чуть-чуть побольше стало цифр. Такой вопрос. Никнейм очень красивый. Обычно, знаешь, придумывают очень странные никнеймы. Мой так вообще был придуман, упала голова и прокатилась по клавиатуре. Фейсеролом называется. Да, да, да. Знаешь, в World of Warcraft и Паладин обычно играют, они просто... Все, потом, если что, Бабл СС, и все улетают. Ну, или в доте, мне кажется, за лансера просто вот так максимально. Слушай, как появился твой ник? Макатао. Он что-то значит? Есть какая-то история с этим связанная? Ну, типа, реально очень красивый ник. Да, я встаю утром однажды. Ну, перед тем, как встать, я просыпаюсь. Я просыпаюсь. Подхожу к кухне. Я сейчас буду запинаться и дальше так говорить. Ну, конечно, мы дошли до кухни. Нормально. Вот, дохожу до кухни и надо что-то поесть. Я открываю холодильник, а там только молоко. Молоко. Я открываю тумбочку, может, печенье. Там какао. Молоко и какао. Макатао. Да, Макатао. Подожди, Мока. Подожди, АТ. Это Тара. Может, ты серьезно? Тара, которая я все это размешал. Ну да, почему нет? Ну, я же мог как-то все-таки проявить немножко фантазии. Давай так, что-то вот, симбиоз произошел. Что-то, так сказать, окислилось, что-то нейтрализовалось. Вот осталась Макатао. Все. Вот это мое. Это офигенно. Я тогда еще думал, я был в поиске Ника. У меня первый ник был Каратин. И я сейчас, мне хочется зафейспалнить после этого Каратин. Серьезно. Хочет извиниться, наверное, перед всеми, кто видел этот ник. Да. И я помню, в компьютерном клубе, в который я ходил, был у чувака ник Шикакер. Шикакер. Это из... Из Вентура. Шикака. Шикака. Это мышь летучая пела. Да, 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 да. Символ там. Я помню, это когда у него еще копья втыкаются, он такой... И этот ник Шикакер, он настолько мне казалось, ну, уникальным. Я не видел. Знаешь, когда вот эти демоны, одни киллеры. Какой был одни киллеры, да, демоны. Это знаешь, как ты... Маша и там Саша, да? И Текаратин. И чего-то вот я такой, так, все, перестройка. Давай. Ну, катала, придумалась. Это же надо было додуматься. Это само по-собой пришло, на самом деле. Я не искал этого. Это все-таки само по-собой пришло, и я такой... Беру. Беру. Так, едем дальше. Я вообще нашла перевод гуманный. Ну, я что-то вот по игре твоей не могу сказать, что ты гуманин, но если честно. Прямо в интернете написано Макатау с синонимичным значением гуманной. Я еще такая думаю по игре макича. Это перевод филипинского что-то. Мне зрители приходят и постоянно говорят, что вот, а у тебя вот так переводится ник, а у тебя вот... А вот с инопланетянского вот это значит. С албанского так-то. Да, они у меня уже все переводы, знаешь, там все очень чинарем. Я смотрю, у себя очень такие интересные зрители, где-то даже местами суеверные. Знаешь, что это значит. Выцепают все значения. Как у тебя недавно получилось с гороскопом, то же самое. А ничего, да. Будь осторожен, слушай. Так, ну что, поехали дальше. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Теперь следующий вопрос. Мы уже поговорили о том, что у тебя весьма своеобразный график, необычный для обычного человека. По скромным подсчетам, ты проводишь в месяц 218 часов стрима. Но я так понимаю, это даже не твой предел. То есть ты можешь еще больше. Откуда ты вообще черпаешь силы, энергию? Может быть, не знаю, где-то жертвуешь сном, жертвуешь там каким-то личным досугом. Чем прости? Сном. С-Н-О. Я что-то такое слышал. Не знакомое, да, выражение? Не особо дружу, да. То есть, ну откуда столько энергии? Потому что большинство стримеров, знаешь, ну они как-то вышли там на 2, 3, 4 часа. Ну кто бы, вот даже если ты говоришь, что это несложно, я, допустим, с этим не согласна. На самом деле, не шокирующее число — 280 часов. 280 часов — это какой-то месяц. Ну это 7 где-то часов в сутки. Это 7 часов в сутки. Это же 7 часов в сутки. Ну подожди, если ты просто играешь без стрима, я могу и 10 часов проиграть, вообще не вставая. Да. Но со стримом ты отвлекаешься на чат, ты отвлекаешься, в общем-то, на абсолютно все внешние факторы. То есть получается, что это должна быть дикая фокусировка, а спустя 2-3 часа твоя внимательность уже куда-то, мне кажется, летит вниз. Как тебя хватает на 7 часов? Как твоей внимательности, усидчивости хватает на 7 часов? Ну, на самом деле, не знаю, хватает. Хватает? Ну, во-первых, меня очень зрители стимулируют, то есть, да. И мне очень нравится, когда победа происходит, классно. И я такой, я душевный подъем, знаешь, как... Я сейчас в Darkest Dungeon играю, и там, если... Ну, по тебе попали как-то жестко, у тебя может быть, значит, стресс. А если ты там что-то вытащил, у твоих персонажей душевный подъем. Вот. И я такой, ух, душевный подъем. Или там... Но тебе очень важен результат в игре, прям вот абсолютно это... Если не первое, то второе. Ну, как сказать, смотря что считаете результатом. Для тебя результативно больше получать топ-1 или делать больше килограмм? Больше килограмм делать. Вот мне кажется, об этом вы очень раздельны с твоим коллегой, так сказать, по игре Булсом. Потому что он как-то более, на мой взгляд, мы еще дойдем до него, но кажется, он более аккуратный. Ты более такой, знаешь, замесовый парень. Я бы не сказал, что он более аккуратный. Он просто даже про тебя говорит. Он просто даже про тебя говорит, что если вы видите замес на школе в 30 человек, там обязательно будет макич. Это прям по-любому. А еще он говорит, что макич — это лобби-мясо, 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 топ. Он говорит, что это вот так. Зрители у тебя часто просят именно топы. Допустим, там заходит рандомный челик и говорит, боже, ну когда топы уже будут? Я там сижу, там полчаса и топов не было. Ты заходишь к нему, там 5 минут просмотра твоего канала, а он такой, я 2 часа смотрю, я еще где? Где? Вот это вот, ну бывает такое. Зрители, они, разумеется, хотят, они же всегда топят за тебя. Они хотят, чтобы ты выиграл каждый турнир, чтобы ты выиграл каждый указ, чтобы каждая ситуация, даже самая проигрышная, чтобы ты ее вытаскивал. Ну причем они, разумеется, есть очень разные. Есть такие, ну ты проиграл, они такие, ну что, следующий час, следующий не потащил, давай следующий. А есть такие, ну что ж, ты знаешь, как будто тебя с четырех сторон просто вот расстреливают. Ну что ж ты, вот как будто ты знаешь, ну я не знаю, что бы я здесь мог сделать. Как бы, вот как? Как я сейчас скачу реально бабу какой-то на себя и что? Что касаемо дел семейных, вообще как бы родители, близкие там люди, да, родственники, они знают о твоих увлечениях? Знают о том, что ты стримишь, что ты зарабатываешь этим делом? Ну, рассказываешь ли ты об этом? Ну, родные знаю, да, конечно. Они сразу узнали? Или спустя какое-то время? Слушай, ну я же не, я не пошел стримить, как бы, я не вот так, что я подрубаю стрим, и все, я ушел с работы. Нет, я очень долго, я работал, параллельно стримил. То есть это было сколько? Год? Нет, это было год. Да, это был год. Если не полтора. То есть все это было параллельно. И, то есть, когда я начал понимать, что от стримов при моей максимальной отдаче, если я ухожу с работы и максимально начинаю отдавать себя стримам, я буду получать что-то рядом с работой, да, профит. И меня будет материальнее походить по работе. И в тот же момент я смогу именно своим делом заниматься, который мне по душе, который мне нравится, то здесь был сложный выбор на самом деле. Потому что вот мне сейчас 27, и, ну, надо сказать, что я уже как специалист не сложился. То есть вот по своей профессии, по своей специальности. То есть инженер. Я уже не сложился. Потому что я пошел по другой дорожке. Стример горе в семье, да? Да. Стример горе в семье. Ну и, разумеется, первичная реакция у родителей была такая, что ты занимаешься ерундой. Ну, ты занимаешься ерундой, как бы ты вот свои какие-то игрушки эти играешь, непонятно. Просто, допустим, моя мама со мной не разговаривала месяца три, когда я ушла с Министерства экономики в стримы. Она прям устроила мне бойкот. Такая, как ты могла? Дочь стример горе в семье. А потом ничего, стала модератором канала, поняла, чем я занимаюсь, и вроде так подуспокоилась, сейчас поддерживает очень сильно. Не, мама модератор, не, лучше вообще пусть не смотрит. Я там иногда, знаешь, за основу в карман не лезу, и мне бы не хотелось, чтобы... Мама видела это все? Чтобы мама... Ну, как бы я же... Ну, ты же тоже человек, фактически. Тем более ты стримишь как бы не косынку и не пасьян в твоем случае. Ну, я не пацаненок уже, чтобы, знаешь, как, типа, убегать, курить за дом, чтобы там веточками держать, чтобы не видеть. Я, как бы, если хочу что-то сказать, я это говорю на трансляции. Тут уже такое, как бы, это... это... Я веду трансляцию, я... У меня есть какие-то свои... свои видения, как ее надо вести. Я могу сквернословить, и... И, мамуль, если ты заходишь ко мне на канал, ты должна быть... Камера... Муздом, можешь прям обратиться к ней. Да, ты должна понимать, что там может происходить. Почему в современном мире все больше и больше людей смотрят стримеров? То есть, почему они не идут играть в игру? Дота, Counter-Strike, Танки, PUBG, Фейсит, Фейсит, господи, Фортнайт и так далее. Почему они приходят к стримерам и предпочитают просмотр стрима, нежели игру? Почему такие онлайн, грубо говоря? То есть, они приходят смотреть именно игру или стримера? Здесь вообще можно очень много говорить по каждому тайтлу, по каждой игре. Но давай возьмем просто PUBG. Давай возьмем PUBG. PUBG очень требовательна. Она очень требовательна в железу. Некоторым людям просто очень некомфортно играть на тех машинах, которые есть у них. К тому же, некоторые... Ну, они не так... часто отдают себя игре и они... Это больше досуг для них, да? Так это же всегда есть игра досуг. Разумеется, это всегда есть досуг. Лучше киберспортсменов, например, это работа. Поэтому они... Киберспортсменов, это да. Это отдельная каста. Я сейчас говорю о людях, которые постоянно смотрят стримы. То есть, занять топ-1 можно не своими руками. Когда ты смотришь катку от начала до конца, ты проходишь весь этот путь и они тоже вот это... они тоже радуются. И я очень часто вижу, что... Я спасил больше, чем он. Маму, неси под аппарат, я топ-1 взял. Маму, неси под аппарат. То есть, кто-то смотрит, потому что он не может играть. Многие смотрят на работе. То есть, они включают фоном. Они включают фоном и занимаются своими делами. Кто-то смотрит кого-то более опытного, чтобы увидеть какие-то фишки, увидеть, что можно делать. То есть, я сам, вот, то есть, я сам чаще всего стримы смотрю. Именно я захожу к людям, которых я считаю опытней. Есть не секрет, кого? Кому ты заходишь? Кого ты смотришь? Ну, я могу зайти к Дрэнису, я могу зайти к Булсу, я могу, я к друзьям захожу, да, я захожу к Шрауду, я могу зайти к Нинжа, несмотря на то, что он играет вообще другую игру в Фортнайт, но он это делает очень круто, и мне просто, мне нравится смотреть. Визуально как-то нравится, да? Да, мне нравится смотреть клювую игру с его стилем, то есть, ты захочешь посмотреть на то, как чуваки просто разваливают, на то, как они разваливают. Но помимо этого, разумеется, есть еще очень люди, которые свое общение интересно настроят при том, что у них происходит. Они могут не столь скилловы, но зато... Они берут как-то харизму и тащат именно свои манеры поведения, хочешь сказать? Да, харизма, плюс, допустим, средний скилл, в этот момент это вытаскивает куда больше, потому что можно грамотно зарофлить, пошутить, обыграть ситуацию и поднимаешь себе настроение. К тому же, люди, я не знаю, здесь можно очень, опять-таки, много говорить, одиночество, нехватка внимания. Да, иногда действительно ничего не... Ты можешь посмотреть фильмец, но ты как бы смотришь, вот там фильмец, а ты здесь. А на стримах ты можешь задать вопрос, тебе ответили, и ты уже, оп, контакт. И ты уже часть этого, ты уже часть движухи, которая там происходит. И вот мне как стримеру очень круто, когда этот движух приходит, потому что для меня самого вот эти стримы, то есть, я не знаю, я, наверное, сбежал к ним от... Обыденности какой-то, наверное, да? Да, потому что я, честно говоря, я, наверное, на предпоследнем, последнем курсе понял, что не своим делом занимаюсь после того, как поездил на вахту, и... Не то, чтобы я бы не продолжал на них ездить, но это не то. Ну, это не мое... Ну, это зачем себя насиловать? Это не мое дело. Вот именно. Мне бы... Мне хотелось поменять. И мне дало шанс. Мне дали шанс. И зрители, каждый день заходя на мой стрим, дают мне шанс продолжать. Продолжать как-то реализовывать себя в медиаполе. Поэтому я благодарен каждому из вас, кто посмотрит что-то связанное со мной этот подкаст, мой стрим. Потому что, да, они действительно... Они спасители. Они спасли меня от рутины, от вот этой засасывающей обыденности, наверное. Потому что мне... То есть стримы, они для меня не стали рутиной. Иногда, конечно, ты раздражаешься, потому что это довольно-таки нервная игра. Но, тем не менее, я каждый раз радуюсь. Я каждый раз радуюсь, когда я сажусь за стрим, и я запускаю, и заходят чуваки-то китары. В общем, короче говоря, ребята, не забудьте подписаться на канал. На канал. На канал. На канал. Соответственно, Twitch, YouTube. к вашим услугам. Ну, а мы едем дальше. По своему опыту и по опыту моих коллег-стримеров, обычно, особенно первые заработанные большие деньги на стримах, они, как правило, испаряются, как карандаш у Джокера. Что касаемо тебя, у тебя есть какая-то цель, ты ее придерживаешься и занимаешься именно накопительной частью? Или ты вот так же, не знаю, тратил все, но вовремя остановился? Как вообще у тебя происходит? транжира вообще. Я коробочка. Я коробочка, которая прям вот, ну, у меня есть, да, что-то, что я хочу. Например, основная цель, это, для которой нужны средства, это квартира. Это вообще свой угол, это мечта. Это мечта. Каждого, да. И вот, то есть, я, на самом деле, я скуп к самому себе. То есть, я могу, я к самому себе скуп. То есть, я не хожу, выбираю еду по скидкам. Ну, по крайней мере, сейчас я уже стал лучше относиться, потому что на здоровье, вот, а был прям, до невероятной скупости доходило. А что касаемо развлечений, как ты, не знаю, выбираешься куда-то, может быть. Для этого нужно свободное время. Логично. На что я надеялась, каждый раз задавайте подобные вопросы. Я не знаю, у меня, на самом деле, я не знаю, почему я скуп к самому себе стал. Мне кажется, был эпизод один в детстве. Он грустный. Ну, как он грустный, он обычный. Ну, типа, у всех такое бывало. Я очень хотел мобильный телефон, у меня не было мобильного телефона. Ну, одноклассников уже были, я такой, хочу очень мобил, мобильный телефон. Вот. И какой-то, у меня день рождения был. Вот. И мне подарили, я был уверен, что это мобильный телефон, потому что меня спрашивали, какой ты хочешь, и прочее. Подарили бы. И я вот прихожу, а мне музыкальный центр. Колонки. Этот, ну, здесь дисковый проигрыватель, здесь кассетный, здесь еще одна колонка. А я ребенок, и мне вот эта вот музыка, я такой, я попытался обрадоваться. Я пытался показать, что я обрадовался. Я... Нет, ну, подарок-то неплохой, как бы очень даже классный, но ожидание реальность, да, вот. Я очень хотел телефон. Вот. И я такой, вау, и мне, ну, увидели, спалился я, что нет, мне хочется писать, где-то почитаю, что подарок для всей семьи, в том числе. И смотри, здесь ты это запустишь, там, можешь музыку слушать, там, какие-то аудиосказки и прочее. А я, я пытался скрыть, что я расстроен. Я, я искренне пытался скрыть, чтобы этого не видели. Вот. Но потом, ну, и, короче, я не смог. Они спалили, что я расстроился. Причем они сами так сильно расстроились, что я расстроился. Да, понятно. Я потом сижу в комнате и слышу там на кухне, они говорят про телефон, вот, и, короче, про то, чтобы взять, а я еще мелкий, не догоняю, то, чтобы взять его в кредит. Ну, не совсем так было все просто. Вот. В итоге они потом еще центр никуда не забрали, еще телефон мне взяли в кредит. Вот. И у меня тогда уже, ну, как бы я понимал, что, ну, бабки это вещь такая, ну, нелегко достигаемая, скажем так. Вот. И, на самом деле, очень вот случай запомнился мне. То есть они мне купили, они мне дали, что я хотела, причем купили, круче, чем я хотел. Они прям крутой мне телефон дали. Но я потом уже, слабо тогда понимал, что такое кредит. Но потом рос же, и момент этот со мной оставался, как вот с этот, с воздушным шариком. и, как бы, ну, ценность бабок, денег. Я очень стараюсь на какую-то основную цель копить. То есть, покурить карьян или еще что-то. Вот. Я, наверное, не получу удовольствия, если буду это делать, пока я не стою на ногах. То есть, куда-то съездить, ну, в отпуск какой-то или чего-то. не могу. Я не могу расслабиться, если я знаю, что я бы это мог отложить и что-то вот глобальное. Когда я дам мне что-то глобального, я тогда смогу поехать в отпуск. И то не смогу поехать, потому что буду думать о том, что кто стримы будет вести. Я надеюсь, что к тому времени, когда я пойду в отпуск, я все еще буду на коне, так сказать. Нет, на самом деле, это просто удивительно слышать. Я достаточно продолжительное время общаюсь с кучей стримеров, и мне кажется, я первый раз слышу в подобную позицию. Это абсолютно удивительная, здравая, взрослая позиция. Это очень круто. Ну, есть и другие стороны. То есть, на самом деле, ты не отдыхаешь, когда твоя эффективность снижается. Опять-таки, возвращаясь к вопросу, почему, например, ты стагнируешь, не развиваешься, как игрок. Потому что, когда ты очень много времени стримишь, там, 10 часов, потом еще ты занимаешься Ютубом, вырезаешь катки, потом ты еще превьюхи режешь, делаешь и прочее, ложишься, и ты не успеваешь отдыхать, у тебя глаз замыливается в игре, и ты стагнируешь. Как люди, которые занимаются спортом, мышцам нужно время на отдых. И твои реакции и всему твоему организму тоже нужно отдохнуть, чтобы какой-то опыт у тебя прижился. А он не приживается, если ты не даешь себе отдыха. То есть, в таком ритме можно именно прогрессировать, провести полгода, не знаю, год, но когда ты дальше уже идешь, ты уже стагнируешь. Хорошо, если просто стагнируешь, а не уходишь вниз. То есть, такие марафоны, от них нужно отдыхать. Возвращаемся, наверное, к каким-то поездкам, с чего, в общем-то, на чем я начинала говорить в самом начале. Ты достаточно часто ездишь. Ты поздоровалась в начале. Да, я поздоровалась в начале и потом рассказала про поездки. Ты достаточно часто путешествуешь, насколько я понимаю, по работе. Это ланы, это турниры, это мероприятия. Ну, да, происходит такое. Происходит. Благо приглашают. Я вообще люблю движухи. участвовать в чем-то. Мне интересно. Мне каждый раз интересно поучаствовать в каком-то ивенте, в событии. А тем более, если оно связано с ПАВГом, оно какое-то большое, вроде турнира или чего-то. И меня там аналитиком позвали. И опять ты сразу ходишь с работы. Я хотела просто спросить, как давно ты был где-то в какой-то стране, но именно ввиду отпуска, то есть не по работе. Когда у тебя был отпуск, вот так? Да. Это же сколько лет-то? В 14-м году, если я туда ушел. Ну, где-то вот там. Где-то там. Ну, я поняла. Окей. Хорошо. Есть ли какая-то у тебя необычная, фановая, веселая история из отпуска? Ну, я думаю, что из отпуска всегда куча историй, но вот так вот, если на вскидку вспомнишь, это вот этого самого, который... Ну, вот хлеб и зрелище, да, чего хотелось бы услышать. В общем, я был в Малой Утрише с отцом до Армейки. Меня насильно вывезли, чтобы я впитал солнце, это мины, и мы охотились за рыбкой с подводным ружьем. Ну, это офигенно. Это было вообще круто. Мне, кстати... Там, кстати, леска была в карпуну вот так прикручена, она как-то мне вот так вот на палец закрутилась, а я на курок нажимаю, и леска вот так... Так как в аниме, знаешь? Снила кожу с фаланги полностью. А я такой... А я не вижу в воде как бы что-то... Ну, что-то такое. Чиркну. Да, я потом, знаешь, высовываю на это... Из воды. И сейчас так просто максимально... Здесь кожи же нет, и через пору вот так кровь ему палец курует. Попробуй. 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 Это, наверное, очень больно. Да, ну, на самом деле, как-то сначала нет, а потом так щипит, но на самом деле вот именно больше вот так. Почему мне нету рассказала? У меня было такое воображение. Попробуй. Суть не в этом. Там было другое. Я хуй-то за рыбкой. Там была какая-то рыба. Я не помню, кто назывался. Морской дьявол, как ее назвали. В общем, она... У нее были... Щипчики. Убейте меня! В стриме. В стриме слова не говорятся. Это дислексия. Не могу. Что конкретно у нее было? Плодники, шипы. Они были не только острыми, они были нитовитыми. Вот. И, в общем, мне сказали, что ее нельзя трогать. Я как бы, ну, слышал, нельзя трогать. Значит, ее ни в прикольных, ни каких обстоятельствах нельзя трогать. А я что-то плыву. Я же такой, азартно, что я плыву, знаешь, с этим ружьем. И тут на меня рожа смотрит. А у нее рожа огромная, у нее рожа больше, чем тело. И она смотрит прямо на меня. Я такой, ах ты! Я целюсь! Пробиваю ей, просто рожью пробиваю. Она начинает всплывать на меня. То есть, вот такая рыба, но в воде она кажется огромной. Ну, понятно. Потому что, если она вот реально такая, то в воде у нее рожа прям. И она открытая, и она плывет на меня. А то есть, гарпун ее пробил насквозь, и она вот так по леске всплывает ко мне. А мне сказали, что ядовитая. А я с подводным ружьем, он в виде палки. И я такой, и у меня в воде есть мысль, оглушить. Нужно рыбу оглушить, а она же на ней будет двигаться. Я беру ее. И как во сне, знаешь, бежать или пить. И ты ловишь, по рыбе в воде. То есть, ну, у тебя движение замедленное. Как, слово, давай, Вася палкой, значит. А мы ныряли-то у нас как очки были. Вот это. Батя ныряет, видит, как я избиваю рыбу. Я под водой избиваю рыбу. Просто. А там еще лески, там может быть, и не видно. То есть, как-то для него представилась рыба. Я по ней бью, она вроде как, ну, никуда не уплывает. Я просто избиваю рыбу. И, в общем, я перестала бить, когда она перестала двигаться. Мне казалось, когда увидел такие, знаешь, глаза батя, так типа, что делать? А я поворачиваюсь, а у него пузырь на нерву под водой. Он усатый у него, знаешь, через уши у него там. Я смотрю, и тебе, понимают, понимают, что я вообще, я мог кинуть ружье, это и все, и уплыть. Ну, мы достали эту рыбку, так как она была ядовитая, мы ее сами не покушали, но мы там уже с местными рыбаками познакомились, и мы пришли, отдали им эту рыбу, они сказали, что если что, вот вы ее заберите. То есть, это было не убийство ради убийства, просто там, какое-то азартное. Мы все-таки, это мясо пошло на корм. Все-таки макатао равно гуманный. Поняла? Да, и не очень умный. Хорошо, если бы сейчас, да, была возможность такая, хотя бы там, на недельку куда-то полететь, куда бы отправился? Вообще, страна, в которой я вообще хочу побывать, это Япония. Почему? Я очень, не знаю, я раньше смотрел аниме, довольно-таки много, и мне кажется, все-таки. По-моему, все с этого начинается, да? что вот это няко-вай-де-су, и какая-то культура. Да, мне современные очень ребята, и я не знаю, как-то у них все круто, я хочу посмотреть, потому что, ну, они очень далеко, то есть, если в Европе как-то, ну, худо-бедно мне видение есть, то Япония, это пока запретный такой плод, да? Но, возможно, в скором времени отправишься. Слушай, но если, если бы, допустим, ты отправился в отпуск, на недельку, вот тоже предположим, это стало бы катализатором твоего волнения за канал, то есть, вот целая неделя, представляешь, ты не стримаешь? То есть, день бы тебя уже напрям... У меня настолько в этом плане профессиональная деформация, что ли, сознание, что я пропускаю день, и у меня в голове это нереализованное время, ты мог привлечь народу на свой стрим, кто-то мог еще подписаться, ты мог еще контент какой-то сделать, ты бы этот день потратил, бы еще какую-нибудь хорошую на тубе себе заработал, уже такой в банкаток бы отложил. Слушай, ну так удивительно, стрим, твой стрим, это твоя, твоя деятельность, да, это твое дело, грубо говоря, а ты... Это жизнь моя. Это уже жизнь. Это именно, это уже даже... Я называю это делом, да, но я просто, если ловлю себя на мысли, вот если так остановиться и поймать, сколько времени, я думаю, о стримах, это чудовищно много, то есть это, наверное, процентов 80 всего времени. Просто в мире столько людей, которые... Это даже не 80, 90, ну, если не считать сон, которые говорят о том, что стримить, ну, это так, знаешь, раз-два и расплюнуть, в общем-то, а ты сядь и попробуй, я не знаю, как-то сконцентрировать аудиторию, найти эту аудиторию, чтобы смотрела, чтобы приходила. То есть, сейчас ты просто доказываешь этим людям обратное, фактически, на этом подкусте. А мне не нужно доказывать. Зачем? Зачем мне доказывать, что стримить это сложно? Во-первых, сложно это в шахте работать, да? Ну, у тебя есть опыт, насколько я понимаю, в этом тоже. я, собственно, в саму шахту не залезал, я работал на шахте, в том числе, и просто обслуживал газовое оборудование, там, ГРПШ, ГРЛУ, ну, делами. И у меня, ну, у меня есть друзья-шахтеры, которые именно под землей лазают. Это, конечно, знаешь, вот мне часто пишут, например, типа, о, Макича, вот как ты, это, а они как будто, ну, особенно вот молодые, они как будто, знаешь, восторгаются. Не хочу сильно, сильных слов сказать. Ну, их приличает, возможно. что ли. А я, это в обратном у меня работает, типа, я смотрю на работяк, и я вот восхищаюсь ими, как они... Ну, короче, столько времени отдаются для такого дела. Я говорю, мне бы очень морально тяжело было, потому что это не мое дело, я бы не смог им заниматься. Смог бы, куда бы я делся? Вот как многие смог бы, разумеется, бы смог, потому что, ну, здесь как-то немножко самопохвала, да, но я много времени трачу на что-либо, потому что я сам по себе, так сказать, ну... Деятельный парень, в общем-то, трудяга. Да, то есть я готов отдавать максимум времени, то есть тому, чему занимаюсь, чем занимаюсь. в том числе это оставаться позже, когда уже не нужно оставаться, когда уже время кончилось. Когда время кончилось, оставаться дольше, не важно, с чем это связано, со стримом или еще с чем-то, с какой-то съемкой. То есть я могу до талого вообще пахать, пока вот результат не хватит. А что вот, допустим, касаемо хейтеров, да, часто ли у тебя они на стримах появляются, и твоя обычная реакция на них, их сразу банят, или ты еще как-то, я не знаю, практикуешь на них мастерство красноречия? Раньше, раньше, поначалу, во-первых, когда я приходил с работы, с работы и запускал стрим, иногда, когда ты сутки работал, ты начинаешь стримить, и у тебя есть нервозность, нервозность. Есть чуваки, которые заходят и говорят, раньше ты был другим, а они не видели, каким я был раньше. У меня было меньше людей, но они улетали намного быстрее, то есть, потому что я пришел с работки, я был раздражен, и у меня не было такого, что я сейчас вот каждого ко мне входящего что-то сказал, там сразу улетал. То есть, я стал мягче, наоборот, со временем, чем больше людей стало, потому что, ну, я уже такой, да, просто... знаешь, с выиски такой, да, парень? Ну, он зашел, ну, чего-то он сейчас ядом плюнул. Иногда, конечно, бывает, когда ты подгорел, ты на них, да, если в карман не везешь, его сразу одноморник на него натягиваешь, как бы, его забанил пару глаз, это знаешь, как вот ты подгорел, да, и он прям вот нужное время в нужном месте и, да, знакомь, у меня есть зрители мои любимые говорят, и тут один этот такой стоит, и он такой, разомой, лови, и он поймал, и все, и одноморник он мой с армием. Это место, где забанены сидят. А, то есть у вас на основном есть. А так вообще, в целом, я стараюсь не обращать внимания, дяденька Уильсон Черчилль как-то сказал, если бросать камнем в каждую гавкающую собаку, ты никогда не дойдешь до места назначения. Поэтому не стоит, не стоит обращать внимание на большинство, на большинство негатива. Разумеется, что-то есть из объективной критики, но она обычно отличается. Есть человек, который думает, что он объективно критикует, но он тебя просто засаживает с последними словами и говорит, мое мнение. И такой. И они как бы, знаешь, щитом прикрываются. Это мое мнение. Я говорю, типа, прости. Твое мнение, что ты вот так вот его высказываешь? Вот такими словами? Я думала, как-то нейтральными словами высказывать собственное мнение. Ну, вот это и обидно, конечно, что он встает за собственным мнением как защитом и позиционирует его как центр мира. Но в данном случае, опять же, это какое-то своего рода, наверное, нарушение прав, потому что, ну, так или иначе, правильно сказал Сергей Шнуров. Высказаться, допустим, о внешности человека можно тогда, когда человек испачкался и не замечает это, да? Но сказать ему, что он отвратительно выглядит и все остальное это уже фактически бестатность. Здесь то же самое. Хейтер у меня, может быть, очень любит другого PUBG-стримера, потому что у него манера речи другая, она больше нравится. Каждый же ищет кого-то для себя, он смотрит стримера, потому что манера речи нравится, потому что ему приколы нравятся. Каждый стример находит свою аудиторию и наоборот. Да, и, собственно, тут дело такое, что ты делаешь для нее, и поэтому, когда ты видишь, что твои люди довольны, и появляется чувак, который недоволен, ну, тут, конечно, надо тоже саму понимать, может быть, эти люди просто очень лояльны к тебе и не говорят чего-то. Тут надо все-таки трезво оценивать. Но я уже довольно-таки долго стримлю и все-таки понимаю, когда мне прям хейтят или хотят нагрузиться. Помимо хейтеров, помимо хейтеров спрошу за еще один такой вот костяк, да, читера в игре. Их становится больше, их становится меньше, отслеживают ли их PUBG и какое у тебя отношение к людям, ну, фактически, у которых руки телегой перееханы, потому что в читы в онлайн-играх такое себе. Я всегда лично была за это. Типа напрягают они тебя, горишь ли ты с них или тебе уже все равно? Четы — это бич всех онлайн-игр, разумеется. Ну, использование любых программ, которые дают преимущество над кем-либо, это запрещено и за это должны наказывать. Разумеется, чем за это строже наказывать, тем лучше. PUBG ловят, то есть, как-то был какой-то период один засилье был, это был ад. Это просто как будто, я не знаю, как рой тараканов. Их было очень много. Потом их там реально подрубили. Сейчас время от времени они встречаются, как в любой игре, абсолютно в любой игре. Твое отношение к ним, мне интересно, ты с ним горишь или, в принципе, тебе уже настолько все равно, ты просто выносишь. Они просто ублюдки. А чего гореть? Ну, то есть, гореть-то на них, какой смысл мне? Вообще, в принципе, нельзя гореть на... Мне больше стрим-снайперы не нравятся. Читеры, все пошли они. Их забанят. Там, да, раны типа... Но стрим-снайперы, как правило, это зрители, подписчики, им просто вот интересные. Я убил Макатау! Мама, неси фотоаппарат. Или это... Я бы не стал их относить к зрителям, к подписчикам. Или это именно хейтеры? Ну, как... Вот человек, который пришел к тебе погадить, он становится твоим зрителем или подписчиком, если просто смотрит в этот момент тебя или подписался на тебя. Запустил меня подписчики и периодически меня ловят. Что мы вкладываем в слово зритель или подписчик? Ну, человек, который несет именно позитивную энергию и позитивное отношение к тебе. Он не является зрителям или подписчикам. Он является гадостью, которая хочет помешать. Причем, ну, он сам утвердится за этот счет, попасть, так сказать, в трансляцию, увидеть свой ник. И... когда он, ну, например, меня убил, он же понимает, что где я нахожусь, а там играю, она идет полчаса, он тебя находит, потому что точно знает, где ты находишься, он может тебя подкараулить. У тебя же нет ни задержек, ничего, ты играешь... Да, и ты абсолютно беззащитен, потому что в этой игре решает информация, в этой игре решает все информация, а у него вот она, вот она, он даже знает, куда я смотрю. И это, конечно, шоково, то есть, это очень большая проблема, над ней работают, я могу забанить людей, которые за мной входятся, то есть, мне несколько эпизодов... Ну, тебе просто получается репорт нужно скинуть, и все, да. Не просто репорт, я несколько эпизодов, если накапливаю, я могу тут приморить. И это у меня... Я партнер. У партнеров есть система защиты. Вот. И как бы я отправляю, конечно, периодически таких негодяев, но сам... сам... Как это правильное слово? Само явление, вот это стрим-снайперство, оно очень мерзкое. Ты обламываешь мне, то есть, ну, портишь мне настроение. Например, меня смотрят человек 800, тысяча. И им. То есть, почему они... Это незаслуженная смерть в игре, и почему они это видят? Разумеется, ты на это очень злишься, но... Видишь, эти сволочи питаются именно негативной энергией, поэтому я вот стараюсь вообще не подавать вида, то есть, я просто прошу сделать мне клип, и все, потом я его отправлю. Ну, весьма мудрая реакция. Здесь, я тебе сейчас расскажу, что еще из этого вытекает. На самом деле, что-то не очень хорошее, что даже, возможно, не стоит рассказывать, но политика канала такова, что если ко мне заходит чувак, говорит, что он меня убил, он улетает в банк. Он может просто случайно ко мне в катку попасть, но если он пришел написать об этом в чат, он улетает в банк. автоматически, потому что если я вступаю с ним в контакт и начинаю с ним говорить, другие люди видят, что я даю свое внимание человеку. И как бы поддерживаешь, да? Я даю свое внимание человеку, который попался со мной в катке. И они такие, о, так вот, как можно с ним выйти на контакт. Вот что надо делать. И нет, то есть, подобные эпизоды сразу рубятся. То есть, я и модераторов попросил, чтобы подобные эпизоды сразу рубились. То есть, если мне приходят, сказали, что мы там встретились с тобой, тут я уже на свое смотрение, я вижу, что иногда понимаю, что чувак на эмоциях, о, я с тобой встретился, круто. Ну, нет, таких не трогают. Но когда явно чувак хочет выпендриться, как-то перетянуть себе внимание, здесь именно надо понимать, когда это происходит. Таких сразу. Ты говорил, что до этого ты долго играл в батлу. Да. Так точно. Тебя, исходя из предыдущего твоего высказывания, многим людям не нравится в тебе что-то. Очень многие люди считают, что ты просто читер. То есть, максимально не верят в твой скилл. Хотя ты его, в принципе, показываешь каждый раз на стримах, да, ты участвуешь в туриках, ты неожиданно для хейтеров берешь, хотя, по-моему, вполне ожидаемо, берешь первые места. Так вот, в принципе, PUBG это очень необычная игра с точки зрения механики, игрового процесса. Откуда такой скилл? То есть, много практики или все-таки предыдущий опыт в батле тебе очень помог? На самом деле как-то слишком громко звучит какой скилл. Когда игра вышла, вообще, когда любая игра выходит, меня никто не умеет играть. Мне очень повезло, потому что я, в принципе, выстрелил благодаря PUBG. Если бы PUBG не было, я бы, мой результат был намного сейчас скромнее, и я думаю, что, может быть, я не пошел бы вообще в стриме. Но я просто к тому, что ты не боишься лететь в замесы, в то время, как большинство людей используют, знаешь, стиль символа 20-го года, грубо говоря, да, то есть как-то отсиживаются, возможно, где-то крысничают. Ты же, наоборот, летишь в замесы, ты не боишься этого? Босоножки. Да. Топ-топ-шлеп-шлеп. Потому что я, вот, допустим, как вот такая крыска-лариска играю. Мне тяжеловато, мне как-то страшно. Студить. Но я не играю больше. Так что мне, в принципе, один-один. Да, слушай, а как еще по-другому? Во-первых, во-первых, человек, который не умеет играть, ему нужно учиться играть. Когда ты, вот, как я рассуждаю, когда ты лутаешься 10 минут, во-первых, ты немножко замыливаешься от того, что ничего не происходит. И когда вдруг резко появляется противник, у тебя, ты как будто не настроен. Значит, ты как будто не размят. Ты как будто занимаешься не тем, чем нужно, и в этом закапываешься. не разогрелся для физических упражнений. Можешь себе что-то потянуть и сделать какую-то тупость, потому что ты просто не в фокусе. К тому же, если тебе надо научиться стрелять, когда ты лутаешь 10 минут, а потом тебя вдруг убивают, и ты никого так и не потрогал, так и не пощупал, это, знаешь ли, обидненько. Это обидно, и тебе снова начинать, и у тебя позади какой-то, ну, дизмораль, сколько времени потратил, камон, и ничего не случилось. Лучше упасть на старте, несколько раз переиграть старт, но зато, когда ты выходишь, и у тебя там три жетона вражеских по карману, понимаешь, что... Кто тут Батя? Кто тут Батя? И дальше уже можно как-то вот поаккуратнее. Для меня там очень странная механика, например, баллистика. Для меня как-то механика выстрелов достаточно странная, я до сих пор не понимаю, как стрелять с коряка. После какой игры? Ну, вот с чем ты сравниваешь? Вряд ли я с чем-то сравниваю, наверное, я как-то со старта пришла и поняла, что шутеры не мое, как будто, знаешь, поселился комплекс неполноценности. Ну, сейчас каждая игра, то есть в каждом шутане есть своя механика, есть своя стрельба, есть своя баллистика. Ну, и, собственно, это нормально, что пульки в какой-то момент падают вниз. Я понимаю. Но все же. Ну, к этому надо привыкать. Разумеется, когда ты овладел механикой, когда ты полностью понимаешь баллистику, как полетит пуля, ты можешь стрелять на опережение. Тогда ты становишься мастеровитый. А ты не можешь чувствовать оружие, чувствовать, как летит пуля, если ты не стреляешь. Если ты первые 10 минут ползаешь, а потом какое-то небольшое сражение, и ты откисаешь. Лучше в самом начале пофайтиться, уже более-менее заряженно выйти, понимая, что эта катка, она уже не зря прошла. То есть ты уже вкусил, так сказать, обогрел себя. Кроме врага. Да. Именно так. Потому что, ну, к тому же я как чувак, который стримит. Тебе надо показывать шоу «Хлеб и зрелищ» постоянно. То есть... Мне будет самому скучно играть. Мне будет самому абсолютно скучно играть в эту игру, если я буду просто ждать. Мне нужен экшен. Мне нужен экшен, мне нужен замес. И плюс это острые ситуации какие-то, и зрителям на это интереснее смотреть. А мне интересно, когда зрителю интересно. Ну и плюс, мне будет неинтересно... Ну, это синергия, получается, такая со зрителем. Именно так. И люди приходят, чтобы посмотреть на что-то интересное. А если ты сидишь в кустике, там, пожевываешь рябинку, я не знаю, собираешь траву, подрезаешь грибочки, хотя... Симулятор лесника, да, получается. Может быть, кто-то и фанатеет, между прочим. Смотря какой гриб он съел. Почему ты не попробуешь себя в качестве профессионального игрока в киберспорте в дисциплине PlayerUnknown's Battleground? В общем, у меня были предложения, были предложения от очень именитых организаций. Но я их в свое время все отмел, потому что я понимал, что киберспорт требует первого места. то есть стримы должны быть на втором месте. Если ты идешь в киберспорт, ты должен вдаваться команде, и это должно быть на первом месте. И я как человек, который вырвался из прошлой жизни, и вот сейчас живу этой, и я пришел в стримы стримами. То есть, я вырос стримами. Я не через киберспорт прошел в стримы, вообще, из всех пабгеров, которых я знаю, с которыми я общаюсь. Это единственная причина, что придется отодвинуть стримы на второй план, или есть еще что-то? Единственное. Единственное. Да. То, что мне казалось, что, допустим, тебе больше приличает играть в соло. То есть, команда, это, конечно, классно, но ты все-таки больше сольный игрок. Почему-то у меня вот такое еще было предубеждение, я так понимаю, оно ошибочное. Я сказал, что в студенчестве, когда мне нравилось играть в команде. Ну, на самом деле, это общение. Теперь у меня это заменяют люди на в чате. Потому что я смотрю, они ко мне приходят. Они говорят, прийти ко мне посмотреть. Типа я, вот каждый из них такой же, как я. И они ко мне к одному приходят толпой. Находят общую тему, о чем можно поговорить. Круто. Я имею удовольствие в гостиксе принимать столько народу одновременно на своей трансляции. Это же, ну, я когда задумываюсь, знаешь как, блин, вот я когда играл, у меня не было стола даже, второго. Я играл, здесь была картонная коробка, мониторы, вот сейчас, 240 герц стоит, основной. У меня была вообще какая-то срань. девайс такие, я начинал, и я помню, как это было круто. Блин, и сейчас я на более такие крутые девайсы, знаешь, такой вот, вроде как, чуть уже подоустроился, но я такой, то есть, все идет, все как бы, ну, развивается, но крутости-то не прибавилось, и типа, я сейчас, возможно, счастливей, чем буду через полгода, хотя ты вроде как, ты постоянно гонишься за чем-то, такого-то чекпоинта, что-то взять, что-то купить, новую штуку, чтобы повысить производительность. Как же, что видео, там производительность, ресурсы. А вот, когда ты именно в таком, в сельских условиях, и я пересматриваю клип, когда про эту картонную коробку, я вспоминаю эти эмоции. Машбеки, да? Да, это было так круто. Когда еще онлайном было не так много, когда это все набиралось, то есть у тебя этого ничего не было, и тут у тебя что-то прям растет, и ты такой, типа, эмоции, конечно, из насчастной ошибы. Я тебя достану и звону. Сейчас, это было очень круто. И о чем, что бы на вопрос был? А, почему не киберспорт? Киберспорт. Так вот, встал передо мной выбор. Либо я на 100% отдаюсь стримам, либо это киберспорт. Но у меня все хорошо шло в стримах, и мне это очень нравилось. Готов ли был я это заменить на киберспорт? Я выбрал, что нет. То есть, меня прям, то есть, я очень хотел, я люблю побеждать. Я люблю побеждать, и, разумеется, вроде как всем доказать, что ты лучший, это, что может быть лучше? Что может быть лучше? Я вот, например, смотрю на киберспортсменов, и я понимаю, аудитория любит победителей. Если ты побеждаешь, ты молодец. Если ты не побеждаешь, ты... А у меня аудитория, допустим, я могу не победить, и они такие, лау, типа, давай, запускай следующую. Ну, соответственно, вне зависимости от того, что ты не побеждаешь, аудитория все равно тебя любит, и, ну, грубо говоря, они еще порофлят с этого, боже. Конечно, порофлят. И, ну, они болеют за тебя, и, опять-таки, я знаю двух людей, которые пришли, с которых я общаюсь, есть кто-то, с которыми я не так вот общаюсь, я не знаю, но я о них не скажу, да, есть два человека, которые развились благодаря именно стримам в PUBG. Это Drainis, это Bulls. Один на Twitch, другой на YouTube, и я тоже благодаря стримов. Все остальные через киберспорт прошли. То есть они сделали себе какое-то имя, аудиторию через киберспорт. И они огромные молодцы, и это очень здорово. То есть, знаешь, чего круто? Меня вот иногда подхечивает, типа, ты вот, типа, че, что ты не в киберспорте, раз такой крутой? А я, во-первых, никогда не говорю, что я крутой. Я не знаю, они откуда-то берут, что я говорю о себе вещи, которых я на самом деле не произношу. Я не знаю, может, они смотрят гадку, где я могу повыпендриваться, когда кого-то убью. Ну, это же нормально. Ну, мне кажется, это очевидно, понять иронию, грубо говоря, там самую иронию, но они как-то принимают это за чистую монету, получается. Притом, я общаюсь с большинством киберспортсменов, топовейших киберспортсменов, которые на мировых чемпионатах занимают места призовые. И я думаю, если у кого-то из них спросить, они не скажут злого слова обо мне. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось в это верить. И, ну, блин, мне так говорят. Мне, с одной стороны, обидно, а с другой стороны, я понимаю, что это выбор. Я в медиаполе, но никогда не будет все гладенько. То есть, всегда тебя будут немножечко под... Да. Стимулировать. Конечно. Всегда ты будешь чуть-чуть, но у тебя где-нибудь крюком... Слушай, ну круто, что ты... Надо принимать эти правила игры. И... Окей. Типа, я не пошел, потому что, блин, у меня вот есть 100% моего ресурса, да? Вот, 100%. Каждый раз тренироваться, и... То есть, отдавать себя на 100% киберспорту, это значит, на стримах быть не таким активным, потому что ты устаешь. Ты устаешь, да. У тебя ресурс вырабатывается. А я... Я же говорю, что для меня стримы, они вот были на первом месте, и я не хотел подводить команду, с которой бы я оказался. Я не хотел этого делать. А сейчас, если мы говорим про сейчас, сейчас я объективно не дотягиваю до уровня ребят, которые играют лучше, и есть ребята, которые играют лучше, и, возможно, то есть, я, во-первых, уже не молод для киберспорта. Но все еще прекрасен, не забывай об этом. Я еще... Видишь, склероз? Склероз развивается. Я уже забыла, о чем говорил. Я как рыбка Дори, знаешь, в поисках Нема. Понимаешь, в поисках Нема, там была рыбка Дори. Она помнит 5 секунд, она помнит. И все. Кто? Мне кажется, рыбка Дори, это как реальный стиль жизни такой получается. Это ты, да? Да? Я... Ну, ты не молод. Давай, напомню тебе для уровня киберспорта. Вообще еще прекрасней. А еще на 5 секунд до этого ты сможешь напомнить? Мысль, какая у меня была. Почему ты не пошел в киберспорт, потому что ты не хотел подводить команду в первую очередь? Это общее было. Ты сломался, молодец. Я все. Давай дальше. Булл сейчас ушел в Тарков, и он прям полноценно стримит его уже сколько? Ну, может быть, месяц где-то, да? Где-то так. Да, на неделю. Неделю? Да. У меня как-то все, видимо, уже неделя за год идет. Вообще, Тарков игра не новая. То есть она была, по-моему, в 16-м или 17-м году выпущена, но сейчас она прям хайпанула. Играет в нее поголовно. Булл, скифолк и прочее. Почему ты не пошел играть? На этой волне хайпа почему ты не стал играть? Давай так, я на другой вопрос включаю. Жан Баттл Роял, который вот появился, он очень сильно отличается. Он немножечко скорб с тем, что сейчас дает Тарков. И отличается от того, что было до этого. То есть в шутанах это обычно, ну вот катки, тот же Battlefield, Call of Duty, это быстрые раунды, где нет ценности своей жизни, по сути. И люди занимаются тем, что они полируют на свой КД. Люди очень нравится смотреть на свой КД. Ценности жизни нет, поэтому они бегут, как бы отдаются, и немножечко у тебя притирается вот это чувство какой-то адреналина уже не так много. В жанре Баттл Роял ценность жизни, то есть она намного выше. Там ты только, у тебя шанс один из ста победить, потому что людей сто человек на карте. В Таркове там также высока цена жизни, потому что очень, если в тебя попали, там у тебя то рука отнимется, то нога отнимется, то, я не знаю, у тебя персонажа плохо знает. Его надо лечить, перевязывать, потом что-то там таблетки пить. Я понимаю, как работает Баттл Роял. В этих играх ценность жизни очень высока. Допустим, была Дейзи, но у нее не было какой-то цели, какой-то конечной, она была слишком затянута. Да. Но она поэтому имела, какую-то вот свою фан-базу она имела, но не то, чтобы прям... К сожалению, ее сильно не приумножило. Но когда это был мод в арме, там он действительно... Ты ведь знаешь о Дейзи? Все знают о Дейзи. Потому что подобный режим с ценностью, вот когда ценность жизни высока, он очень многим зашел. И поэтому Баттл Роял и сейчас. И вот когда игровой, так сказать, мир насытится подобным жанром, когда все... Мне кажется, это произойдет достаточно сравнительно нескоро, потому что все-таки огромное количество людей... Потому что действительно все устали от этих пострелух, когда ты пострелялся и все. Да, разумеется, и в них играют, и их любят, и так и будет. Но тем не менее, это все-таки какой-то новый выдох. И Тарков, он, например, вот сейчас дает не баттлграунд, а у него своя фишка. У него своя фишка, плюс он... там очень реально круто сделано оружие. Да, то есть... И почему там, блин, там на одно оружие вешается там не слишком 10-15... Куча обвесов вообще. Обвесов. Я в шоке, я грустно увидел, и как к этому разобраться? Это для кого вообще? Ну, для многих реально цель какого-то мнимого накопительства. То есть, они закупаются на полляма, идут, грубо говоря, там лутают тысяч на двести и возвращаются на базу. которые играют в какой-нибудь скайрим, и вот они убили дракона, там, великана, галактику, залутали ее, и все, они переполнены. И он идет, пьет какую-нибудь фласку на грузоподъемность, и она не укончивает фласки. Вот он еле-еле доползает торговку, все продает, и вот он кайф. И только один булз где-то горит и говорит, ну почему же вы не можете просто поиграть? Но со стрельбой сделали, и вот люди, они лутают, это же кайф. Есть такие, кто, вот он заходит в здание, пока последнего бомжа бутылку не отбилит, он не успокоится, он не уйдет. У меня так в Ведьмаке было. Я пока все не уходил. Да, кстати, я не уходил. Типа, где, где эта семечка? Оно мне нужно. Семечка? Семечка, можно, да, ну надо. Надо, возьмем. Есть такое. Возьмем. У тебя просто игра кончится, ты деньги не тратишь. Возьмем, семечка. Я думала, что только у меня такое ужасное. Это вот, и те, кто вот в Таркове, я как, очень, это смешно, иногда захожу, ну я частенько захожу к разным людям, захожу, мордой, мордой в луте или перебирает. Да, так, лексак, значит, положить, приклад отстегнуть, сюда, сюда, это сюда, скручу. У него какая-то своя игра, знаешь, такая ангарная игра своего рода такая происходит. Но, тем не менее, там интересно, это все равно интересно. У меня есть, на самом деле, очень такая травмирующая история для моей психики. Там вот без фаланги? Нет, нормально, с воздушным шариком связано. Мне купили как-то воздушный шарик, большого Винни-Пуха советского. Он был больше меня. Ну, я был карандашом маленьким еще, и он больше меня был. Он был больше меня, он такой был клевый, такой. А он, его надули гелием, и вот он верх тяги. гелий не боюсь, это, кстати, очень мило. Я бегу с ним, такой, как пятачок. Да, это было так круто, такой классный был. И мы заходили во взрослый парк, назывался взрослый, у нас был детский парк, и взрослый. Вот во взрослом пауэльча парке стоял батут, ну, на котором детишки прыгают. да. И я такой, хочу, хочу, они такие, давай, попрыгаешь. Вот, и я такой уже, я уже такой же, такой, ну, разделся, такой, готовый. Я батуте не надо разделаться, но просто в обувь снимаю. Ну да. Ну, я-то в смысле, а ты что? Аня, понял, мать. Извини. Это не рассеянка в сексуальное домогательство? Ну. Тебе отсылка поперечного, знаешь, раздешиваясь. Не надо. Ладно, поехали дальше, шарик, батут. Шарик. У меня в руках этот шарик, я снял сандалики, отдаю шарик маме, залезаю на батут, а мама шарик не взяла. Я достоперелся. Она из кошелька брала денежку и расплачивалась, а я не посмотрел, что она его не берет. Я, понимаешь, я попрыгаю и в себя, возьми шарик, и все, я отпустил его. И он говорит, я тогда стоял и смотрел на него, и как же я рыдал. Бедный ребенок. Дим, у тебя такие истории просто ужасные. Нет, честно говоря, я серьезно говорю, если без шуток, это история, которую я помню до сих пор, и когда я не вспоминаю, я вот такой вот импульс обиды детской. Я представляю, разворачивается, а у нее ребенок плачет, знаешь. А я же еще, ну я же еще маленький, я такой, ты не взяла. Знаешь, я еще, типа, на маму. Бедняга, там мама, наверное, вообще не поняла прикол. Блин, димойс. Она мне объяснила, потому что это я не взял. Я на самом деле не помню сейчас, как я душил, я там дальше, что это ты взяла. До 16 лет, это ты не виновата, ты. Прям вот это, шарик. Ну, я не знаю, он как-то каким-то символичным, что ли, для меня был уже, и он так просто улетел. Такой вопрос, с кем хотел стать детка? Черепашка-ниндзя. Почему? Ну, это, в Сонике я хотел стать черепашкой-ниндзя. Не потому, что у них учитель крысы. Я только хотела поделись, кстати. Нет, нет, я просто, ну, они... Кем конкретно? ты были. Рафаэлем. Ну, он, типа, такой самый там. Самый дешевый, самый качевый такой. Ну, да. Не знаю, Леонардо нравился всегда. Почему-то, не знаю, по характеру. Леонардо, он, типа, парень, поэтому... Он мозговитый, но лидер всегда был Леонардо, Микеланджело, это прям вообще о-о-о- хе-хе-хе-ха-хе, такой, Ошроснеллер. Вот это вот. Типа Раф был такой. А потом, а блин, дуэт, это в школе, а в садике, я, когда спрашиваешься, кем ты хочешь стать, ты знаешь, космонавт, а я такой, а я продавцом. Ну, я в магазин заходила, там у них столько всякого. И казалось, наверное, что они могут все это брать, нарисовались там один гаишник другой в космосе 3 пожарник а меня нарисовали и потом колбасы ваши дети мечтают стать занимаешься ладно конечно не просто не пошел к мечте я уважаю призываешь уважаю любые профессии вот но наверное в детстве что-то как-то пошло не так россия я я имел ввиду что-то другое я думал игрушки и был бы продавцом в центральном детском магазине знаешь где-нибудь а ты сказал о том что тебе часто приходят люди которые пишут всякую дичь и если ты сейчас посмотришь на монитор то ты увидишь представителей которые в общем тогда решили оставить комментарии под твоими видео вот и сейчас мы обсудим самые странные самые необычные самые наверное хейтерские комментарии вот кстати первый из них что ну ты сутулы пабга конечно играешь норм вот так вот ни на одном масштабном мероприятии тебя не видел а я должен прокомментировать человек давай найдем не знаю как дашь и логический смысл я то есть получается ты хорошо играешь но я тебя не видел ни на одном масштабном мероприятии окей хорошо но масштабное мероприятие видимо он представляет что вот в его городе есть гдк городской дворец культуры и там когда приезжают песниры если меня там не было значит я не был я был я же работал на двух работах у тебя вообще любая история и я работал на двух работах когда ну стримил то есть мой товарищ со школы взял он вел свадьбы и он взял меня диджеем нужен был диджей и то есть свадьбы корпоративы и прочее я был с ними и на новый год например я тоже выбирался вел новогодние они вели а я был диджей на новогодних корпоративах поэтому как бы тут можно сказать что некоторый опыт так сказать масштабных мероприятий но что он имеет ввиду турниры он плохо смотрел потому что я был на ним ну или на что он имеет ввиду мировой чемпионат там диски ладжи видимо должен из всем чемпионатам которые только возможны и главное чтоб он в это время сидел и смотрел если имеется ввиду почему меня нет на самых топовых турнирах где играют киберспортсмен тут потому что я не киберспортсмен либо наверно ты должен как-то не знаю персонально сообщить этому человеку о том что ты я понял что я должен я это самое главное запомни это едем дальше на что идет человек чтобы мы писали что там лежал 4x и специально его не брать ради активности в чате а я говорил забанишь меня просмотр упадут ну вот пошла жара дальше только хуже знаешь какой-то угроза угроза жизни здоровья что 19 часов назад это свеженький блокадка у меня я очень часто пропускаю вещи я могу не поднять рюкзак то есть я могу облутать не поднять рюкзак я просмотрел прицел я просмотрел прицел бежал а у меня чат начинает там был 4x там был 4x там прям я бегаю дальше и я уже понимаю что там чат уже настолько разыгрался что сейчас я уже не могу просто пойти взять 4x я уже просто не могу этого сделать и я уже бегаю и говорю слушайте прицела нет ребят не видел никто хотя бы 4x просто провоцируешь чат фактически как провоцирует и не было такого что я дурачка включил я просто прикольнул тех кто искренне верил что его не заметил то есть я потом понял я прочитал чат но я вот подколол серьезное понимаешь отношение ты не взял x4 тебе прям делают замечание ты его не берешь идешь дальше видел ты не видел есть право тебя уже прям хейтят понимаешь есть правость уважаемый иван денисов я обязательно исправлюсь и я подберу 4x следующими 4x который окажется на моем оружием ради вас неинтересно вас смотреть в задроты так легко всех убиваете играйте отдельно с такими же задротами дайте обычным людям спокойно по да очень интересно покатать как скажете как скажете когда побжи создаст отдельный сервак на котором соберет всех вас киловиков а как я вот представляю вот если бы я играл против людей а ты против таких же как и я связь скилл один в один ну и какая встреча у меня перестрелять цену себя 50 на 50 второй раз 50 на 50 а если я пройду 1 2 какой мне шанс пережить двоих таких уже прям там значительно ниже и ну и что и каждая катка 3 кило максимум слушай они я потому и вот тот самый чувак которого назвали задрот потому что играю много что все будут так как они скиловики вы скиловики не будет ли много крысничество то есть не поменяете ли вы формат катки чтобы пожить подольше килов побольше поделать смотря кто если это паблик скиловик то вряд ли он будет просто бегать стрелять киберспортсмены какие-то они тоже на паблике просто бегают стреляют во всех дурачиться то есть люди которые те кто крысит они именно либо на стату работают которые стата стата по не это такая себе вещь нужно нужно отказаться от статы в том же папке и отпустить вот это и играть в кайф сша люди смотрят на цифры они молятся на цифре когда не надо я вообще не смотрю статус вообще вообще то есть она мне не интересно по барабану мне пофиг какой мне там кд мне пофиг какой мне чего мне не пофиг что в катке я могу перезапускать ее я могу умереть 50 раз и один раз выиграет но этот один раз будет с каким классным количеством 15-20 киллов и вот такая катка стоила там много но при том у меня в каждой катке мясо и всегда какие-то ситуации крысить но если ты хорошо играешь так наоборот ты же должен получать довольствие от этого бегать так ладно а макатао ты много болтаешь серьезно это в смысле макатао , это обращение ты много болтаешь запятая серьезно если он хочет подчеркнуть что типа серьезно ты много болтаешь если значит ты много болтаешь серьезно то есть ты говоришь серьезный да тогда здесь не нужно зачем мы будем до него докапываться да боже мой зачем можно докопаться к 90 процентов комментариев ну и ладно спасибо хорошо давай разберем ты много болтаю меньше болтай ты сломался что ли что за поощрение ладно хорошо ты очень много болтаешь серьезно буду не серьезно мало болтать курить строго запрещено курить и нежно почему бы и нет так что болтай нежно болтай не серьезно шесть дней назад изменено в общем то шутки магича как сыр вания грязными ногами но все равно все любят отличный комментарий я недавно пересматривал спасти рядового района там была сцена когда медик говорит одному из своего понюхать ту ногу а там ранение у чувака говорит пахнет ли она сыром и он такой вот тут есть слово грязный поэтому не перепутать но возможно у меня специфичный юмор который подходит не всем соответственно в принципе все хорошо то есть ты шутишь для своей аудитории она тебя поддерживает смотрит я в класс здесь в принципе ты заходишь на канал ты можешь его выйти из тебе не нравится то есть я не звоню людям в дверь и такой это не так они заходят на канал если нравится они остаются за что большое спасибо если мне нравится то главное найти то что пока еще хочу будешь кайфовать но обычно меня когда начинают хейтить я как-то говорю ребят я же никого не принуждаю фактически я никого батареи не приковываю наручниками хотя в моем исполнении не самый плохой вариант был бы поэтому вы можете всегда выйти с канала ты абсолютно про то чего ты играешь мертвую игру это уже неинтересно никому завязывай а с чего он решил что игра мертвая пульс пощупал не знаю что как вообще как это работает суши да это как значит как с модой вот мода последний писк моды это четко все время издает последний писком все никак не сдохнет то же самое и спам джи все она все игра постоянно умираю только никак не помрет все у таких все помирает что не спроси это помирает да так ладно скучно как-то если такой зверуха профс пистолей гоняет нас пистолетом да в смысле усложни хотя бы как нить катку дай трэша возьми баррэ 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 я хотел сказать баррэ это что это на гитаре баррэ да что ты трэша возьми баррэ я что ведьмаку заплатите чеканной монетой этот подкаст только благодаря хайповый песни наберет миллионы просмотров не ну типа а мне придел шрамы типа я ведьмаку прикинька ну подожди в смысле странно ты же периодически выполняешь челленджи которые тебе заказывают и там бегаешь грубо говоря да это же это какие-то сиюминутные комментарии вот конкретной катки человек смотрел и у него было желание чтобы здесь было что-то чего в этой катки не было это как знаешь вот придет тебе человек в гости ты ему ну допустим на завтрак ты мой ящицу дала он такой а я молочную кашу сделала вот у меня такая же реакция когда я читаю типа чё но у меня где вообще не будет знаешь смысле она будет потом не будет где играл только с одним томмиганом например вот пожалуйста усложнил себе катку где его почему человек там не комментировал потерял я когда своя какая-то логику парня шустрый кнопкотык и мышкодер слушай это прям но это даже не оскорбление какая какое-то название героя вот это знаешь там кнопкотык мышка которым кнопкотык и мышкодер это что-то вроде персонажа персонаж есть у него нет есть у него не звание что-то типа призвания как это называется правильно я взываю к помощи зала нет я держу кадр что у нас там не знаю ачивка достижение ранг господи не хочет от нас первую букву подскажи как это же вся съемочная группа думает над этой темы спать не будем давай я по это слово крутится на языке я не могу его вспомнить ты лучший титул это титул о май гот у нас есть я стрим как бы мы еще даже мы еще даже не начали читать комик на моего уже подсознательно так ладно там вот прямик свете не все-таки дочитаю плюс немного тактик плюс наушники плюс цепкое зрение глаз твоих да обычно цепка зрения чего другого но здесь глаз мы нету ты понимаешь как обычно глаз твоих глаз твоих блеск ночей твоих не знаю но языком своим заработал здесь говорится умеешь зарабатывать если они умеют заработать может тебе все равно но поскольку ты публичная личность сети не веди себя как помойная яма сквернословие печально что силен только скорости мыши плюс клава пальцами свои есть сам язык это неудержимое зло человека от которого либо осудишься либо оправдаешься прими к сведению зло не то что входит в твой рот а то что исходит от нее это пацанский очистись от скверны да не затуманится твой разум обманом лукавым димас это каждый герой у нас оставляет каждый герой выпуск у нас оставляет вопрос следующему и также для тебя оставил в прошлый раз вопрос готового прочесть ответить на него да я даже готов оставить ну это понятно ты знаешь что готов я готов оставить серьезно есть подарочек ну как бы не то чтобы царской и не то чтобы дорого-богато профильный подарочек так сказать попытаюсь понять что там давай нашивка магнит что еще нет ни в коем случае это просто конверт черный конверт его не надо открывать потому что его испортишь вообще мне очень обидно что я его как-то испортила какая прелесть это елочная игрушка а елочная потому что у меня елка ты ее так и не будешь убирать в следующем году я похож на слабака нет я за тобой пошла тоже второй год уже не убирай вопросы мне оскорбляют печенью игрушка в виде новогоднего свитера но в стиле побжи там третий шлема третий шлема и сковородки для класса все слушай это офигенский подарок но пришла пора и мне соответственно тебе отдавать твой подарок так нет ты должен прочитать я должен почитать до торжественно да тарата показывать в камеру татарата татарата чем отличается папка от стула от какого из тех двух стульев на стуле может не стоять бутылка логично логично мне кажется любой игрок онлайн игр это бутылка игрок синонимичную поэтому не только вопрос тема побжи понимаешь слушаю схожести больше да и там и там бывают по пику под пивковичи и там и там они могут сидеть ты как вот преподавателем по философии вот так же конечно конечно я преподавал одно главное отличие пупга он хоть про экзамену поговорим о сложении глаголоска об этом языка поговорим он давай наверное я уже ответил ты уже ответил боже у нас все бутылку и уперлась смотри теперь нужно будет оставить такой же вопрос следующему гостю который будет здесь в студии под куста я его скубаторе перчатку а ты не знаешь что это будет он тебя он просто получит твой вопрос ты готов любой спонтанный вопрос прямо сейчас да да конечно нет напрягся как будто я тебе не дам чем написать держи а дай мне не крантаж дай себе ручку чтобы не стерлась ты избирательный подержи попробует а можно с более тонким пером они все одинаковые чем дают так я на еще пишу вопрос да ты пишешь вопрос он может быть абсолютно любым с даже сумасбродным чем сумасбродней тем интереснее креативнее отвечать на него я просто подумал что всегда когда пишешь смотришь вперед блин подарок на самом деле очень крутой очень классный у меня периодически спрашивают зрители жена просит убрать елку я не хочу ее убирать что нужно говорить жене чтобы не убрать елку вот ты бы как ответил на этот вопрос я бы ее пристыдил пристыдил да я предлагаю сделать то же самое и сказать что елка всегда нарядная целью красивая стаде нет стыдно любить кого-то один раз в год стыдно стыдно за такое поведение если я сейчас пристыдил хотя ничего не сделала пиши вопрос душа мне я смотрю ты прям подготовился конечно конечно ты что думаешь там на графическое сопровождение и соответственно кладу в ведущий вопрос и кладем яичко яичко в курочку курочку перепелочку так ну что читать мы уже будем на следующем выпуске под кустом кладем это все на свое законное место дима это был офигенный конечно подкаст спасибо тебе огромное за искренность спасибо тебе огромное за максимальную открытость и действительно потрясающий подкаст потрясающие полтора часа которые мы провели вместе спасибо большое интересно очень надеюсь нашим зрителям тоже было интересно ну и конечно дорогие друзья совсем скоро мы увидимся с вами в новом выпуске под куста новые герои новые истории новые вопросы конечно будем вас ждать всем хорошего настроения и до встречи пока пока блин как это по-дурацки что ли вышло пока 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 Продолжение следует...